Окей, поехали! Изучаем бонусы ДК, да, ДК, то есть только сейчас введен в Таргаст, вчера ночью был введен, ну часов, то есть получается, 15 назад. При призыве Гаргульи, при призыве Танцующего Иронического Оружия или Эмпауэр, Фростовская, да, получается, усиление Иронического Оружия, ваш размер, сила и стамина увеличивается на 50%. Вау! Ну это сильно, поэтому мы, наверное, возьмем медальон. Перерождение уменьшено в КД на 10 секунд при использовании Ледяных Оков. Ну это прикольно. Но тут больше брать-то нечего так-то, если задуматься. Ну да. Не, Квистов что-то там не придумали. Прикольные бафы, я вот сижу прям, разрываюсь между выбором. Так, поехали. Проводник порчи. Ваши атаки могут наложить на цель проклятия, наносящий урон. Вы получаете талант воли мертвых. Это что у нас там получается? Какой тир талантов? Четвертый, да, тир талантов? Ну он на сейв идет. Эти магические барьеры, это, конечно, хорошо и интересно очень. Так как его КД сейчас ниже на 20 секунд. Да, наверное, да. Почему бы и нет? Пусть будет. Призывы Гаргулии, танцующее ироническое оружие, усиление иронического оружия, КД снижено на 15 секунд. Ну это прикольно в сочетании с соком этим. Ну то есть талант, который изначально был взят. Напиток, как он там правильно назывался. Типа комбо. Сердце. Повышение мейн статы. Тут что? Понимаю. Так, новое, что-то медальон неподколебимости. Тёмные брата призывают коняшку. Которая будет вам помогать. Но КД врат смерти становится 10 минут. Не, ну так-то замечательно. Почему бы и нет? Такой бурст прям нереальный. Сейчас призовем, посмотрим. Да, и то есть у меня врата смерти тоже автоматически поменялись. Иконка вот измененная. Не коняшку, а наездник темного клинка. Ну-ка, поехали. Как это будет выглядеть? Сметём наших врагов. Сметём наших врагов. Ну, сметай, сметай. Он что-то там по 200 дамагает. Оранжевый дамедж это будет от него. Ну, он кливает, что-то там. Он что-то по 200 бьёт. Промах. Такой себе моб, короче. Но это атмосферно выглядит, как минимум. Пасс офф фрост инскрис мувмент спид by 30%. Лидистый путь вылечивает скорость передвижения на 30%. Либо можно ещё взять откат лидж порно за счёт использования лидных оков. Ну, знаете, да, можно медальон непоколебимости взять, но прикол в том, что просто-напросто при первой же атаке с меня его мопцы собьют. Ну, а так на долгих перебежках. Почему бы и нет. Ну, скорость, да, вроде, увеличена. Лидные оковы действуют дополнительные 3 секунды. А тут, получается, первый талант можно, да, взять. А что я хочу из этого взять? Ну, как вариант, типа, активная кнопка в виде кровопийца будет. Не, ну это интересно. Да? А чё он не орёт при ударах? Не-е-е-е! Не-е-е-е-е! Так, да, они делают. Или как они делают? Медальон непоколеб... Ну, они все так называются, да? Левый смотрим. Йо, фрост февр. Блад... Плаг, это... Скипание крови. И... Вирулент, Плаг, Плассаприз, Озар, 2, Десис. Ваш любой из этих дебафов... Будет иметь... Типа, два других... Тик-кодот. Ну, что получается? Такое сложное слово. Сакрифишал Пакт has no cooldown. And the race dead's cooldown in reduced to... 25 seconds. Это что? Сакрифишал Пакт. Если на русский перевести. Но она у меня не изучена, потому что у меня нет 54-го левела на этом деканке. Но скоро будет. Вот. Незыблемость замораживает рядом находящихся противников на 8 секунд. Так, теперь думаем, что мы из этого возьмем. Ну, медальон непоколебимости средней выглядит довольно-таки интересно. То, что шертный договор не будет иметь кдшечки. И... Ну, мапцы будут взрываться и все такое прочее. Это будет эффектно, как минимум. Но... Вообще, эффективнее будет первый. То, что за счет использования фрост вивера и болезней будут юзаться еще и две другие. То есть, это еще дополнительный дэмэдж. И это прикольно будет. Ну, давайте медальон непоколебимости правый возьмем. То есть, нам его предложили в начале. Я его заигнорил. Ну, возьму сейчас. Так, это сколько меняет? Ага. Сейчас, подождите. Это меняет две. Это меняет одну, да? Угу. Ну, так вот. Ну, раньше получалось, что там секунд за десять это делается. Сейчас уже скил чуть-чуть потерян. Ну, вот и все. Так, что мы тут берем? Вы и ваши миньоны получают десять скорости, находясь в зоне действия лужи. Ну, это круто. Да, все верно. Десять процентов. Даже чуть больше. Дескуэлл хилинг инфьюз you or your minions with monstrous power. Типа, лиг смерти исцеляет вас или ваших питомцев. С чудовищной силой. Ужасающий. Ну, типа, монстр. Так, далее, что тут получается? Inscrease. Атака, спид и дамаг по 15% за 1 минуту. Стак двадцать. Типа, стакается два раза. Если кайлами кинуть в себя или в питомца. Ну, это прикольно. Ну, как бы, лишение возможности прыгать и получение 30% мейнста это тоже круто. Но мы тестим ДК, верно? При использовании заморозки разума вы получаете эффект незабываемости льда. Вот только интересно на сколько. Далее, жертвенный договор дамагает на 100% больше. Ну, я возьму медальон. Смотрим, на сколько дается. жертвенный договор не имеет кулдауна и поступ смерти кд уменьшена на 25 секунд. Поехали. Тут что продается интересного. Возьмем версу и все на этом. заморозка заморозка разума кд уменьшена на 4 секунды. если вы успешно собьете каст. Замечательно. Это атмосферно очень, кстати, то, что Барил Магрейн выходит к нам на помощь. Ну, при взятии таланта, да. Призыв садника. А что мы тут берем? Ну, мы берем увеличение от жертвенного договора. Да? Почему бы и нет? При условии того, что взят на 3 секунды. Да, наверное, радиус возьму. Еще взять. Ну, по идее, из такции будет. Тут что получается? Тест гриппингом Ау Рэд. Пусть Эксплоз обновляется. Очень полезный талант. Конечно, я его возьму, но не в этот раз. Я лучше флакон возьму, это интереснее намного. Угу. Путш. Ну, путш, так путш. Я же забилу ему каст, не? Ладно. Да, 60% два стака колбы. То есть 30% один стак дает. Еще тридцатка за счет второго стака. Что-то интересненького можно найти. Ну-ка. Ух ты. Как-то что-ли интереснее выглядит. То есть если какие-то дополнительные будут таланты выскакивать в тот момент, когда я буду юзать шарики эти, то почему бы и нет. поиграли. Ну, кстати, мне придется ресетать башню скорее всего. То есть если ты вылетаешь в башню, тебя самое начало вроде выхитует. Прикольно. Хотя, может, я успею. понимаю. Окей, тогда я сейчас просто в другой коридор пойду. Как бы тут мы все глянули, как ДК себя на дистанцию чувствуют. Ну, проиграл и проиграл. Что бубнить-то? Центральный можно зайти. Морд Регар. Посмотрим что-то интересного. Да. Призыв всадника пускай будет. Близяные аколы связывает противников их хп вместе. Короче, цепи, которые просто будут равномерно мопцов пробивать, можно глянуть, это, наверное, эффектно будет выглядеть. Продамагиваются равномерно. Все, теперь все понятно. Ну, да, 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 все верно. То есть, я тот таргет не бью, а он продамагивается, так как на основном висят атаковые. Ну, и на вторичном тоже. короче, я не знаю, где это можно юзать в данной башне при условии того, что все ауешится. Пускай будет талант. Ну да, тут придется левый брать. То есть, при гриппе крысы, крыса взорвется и когда она грипп обнулится. Что, защитную фантазму что ли брать придется? Ну, наверное, да, предполнейший. Ну, не повезло немножко с выбором талантов, что поделать. Лисицы. Так, что тут получается? Вронтивные маги иногда ослепляют цель, снижая вероятность попадания на 50% на 12 секунд. Ну, это прикольно, конечно, но увеличение скорости передвижения от лидистового пути как-то интересное. Да, я понимаю, что по мне сделают любой дамаг, он собьется, но я же могу, например, сделать вот так. Это увеличение дамеджа по крайней мере. Поэтому, да, надо брать. Так, ничего, смотрим сферы, что интересненького тут имеется. Ну, 5% искусности лучше, чем продление ледяных оков на 3 секунды. Ну, хотя, с учетом того, то, что взяты цепи, якобы, можно было бы взять и продление. Тут 10% мастера будет поинтереснее. Там есть что-нибудь, может, прахник какой-то. Антимагик зон lasts 5 секунд longer. And the radius is inscrised by one yard. Очень полезный, конечно, талант, при условии соло-прохождения. Не, ну, окей, ладно. Антимагический купол иногда все-таки интересен. Ваши наносящий урон заклинания способности с высокой вероятностью могут применить эффект помня о смерти, наносящий урон, снижающий скорость передвижения. Но это лучше, чем реген, за счет высасывания этих областей растущих. Так, с этой сферки, что? Снижение АКД на танцующее органическое оружие на 15 секунд. Замечательно. Ага. Значит, текстуры, да? Пускай будет бутыль. Пускай мобы ко мне приходят в мили-зону. Ваши заклинания способности могут повысить универсальность. Хорошо. Поехали. Лисицы. Ну, ничего такая. Больше, конечно, зона стала. Буря костей. Так, что выпить это интересненького? Что-то вообще все тухло. 15% открыто. Пускай будет хпшки. Мне и так хватит. Ох ты, сейчас мы еще с рунами будем тренироваться. Не, ну, поехали. Так, вторая ресетит вторая ресетит вторую, третью. Первая ресетит все. Третья ресетит третью. Ну, короче, я справился. Еще на 15 секунд, когда я снижен у танцующего танцующего оружия. Хорошо. Да, увеличение лужи, пускай будет. лужи, я талант возьму и все на этом. Я не хочу в себя кайлы закидывать ради там разгона дэмэджа. Нет желания. Лисицы. Так, одна сфера, вторая сфера, ну и третья, которая 500 даст. Тут что? КД заморозки разума снижено на 4 секунды, если успешный кик делаешь. Ну, это мне неинтересно, я возьму 5% версы. Тут что? 5% искусности пускай будет. Ну, тут 500 фантазма выпадет. Ну, они схожи чуть-чуть между собой, но мопцы в них разные. Ну, как разные, по-разному напичканы. Это, как разумеется? Ну, Ну чё, чат, я считаю, мы хорошо ДК-шечку посмотрели Ну типа вроде я все таланты глянул, которые только возможно Не вижу смысла другие кварталы проходить, которые даны в Таргасте Смысла с этого нет